В минуте молчания, посвященной памяти жертв геноцида еврейского народа и в церемонии вручения почетных знаков Ордена Вестурса. Завтра президент посетит военную базу в Адаже, а затем встретится с президентом Банка Латвии Илмарсом Ремшевичем и председателем комиссии по рынку финансов и капитала Ирэной Крумане. Вечером состоится прием иностранных дипломатов. В последний рабочий день, в четверг, президент устраивает день открытых дверей для журналистов в своей юрмальской резиденции. А в пятницу в Рижском замке Затлерс торжественно передаст президентские полномочия Андрису Берзиншу, вручив ему ключи от резиденции президентов Латвии. С 14 июля вновь будет курсировать пассажирский поезд Юрмала по маршруту Рига-Москва. Таким образом, столицы Латвии и России будут соединять два международных пассажирских поезда – Латвия и Юрмала. По словам президента железнодорожной компании «Латвия Сдзелстельш» Удиса Магуниса, летом международными рейсами пользуется большее число пассажиров, поэтому и было решено на период до 28 августа возобновить курсирование еще одного пассажирского состава. Из Риги поезд Юрмала будет выходить по четвергам и субботам в 18.15, а из Москвы в обратном направлении по пятницам и воскресеньям в 21.02. После гроз и сопровождавшего их сильного ветра ушла жара, но на наступившей неделе сохранится по-летнему теплая погода, прогнозируют синоптики. На рабочей неделе еще сохранятся переменчивые погодные условия. Кратковременные дожди и грозы ожидаются главным образом в дневное время. И еще сегодня непогода будет господствовать на большей части территории страны, но в последующие дни осадков станет меньше. В начале недели в дневное время температура воздуха составит от 21 до 26 градусов, а к пятнице постепенно станет на 2-3 градуса теплее. На этом у меня пока все. Следующий выпуск латвийских утренних новостей выйдет в 8 утра. Хорошего вам начала дня.